Сегодня в Тюмени сотрудники ДПС провели рейд по ОСАГО. Причиной стали участившиеся случаи, когда на месте ДТП выясняется, что машины не застрахованы. В ГИБДД даже есть неофициальная статистика, водители каких авто чаще всего ездят без полиса. В рейде побывала Анна Княжева. Ждать долго не пришлось. Почти сразу инспекторы остановили такси, водитель которого не был вписан в полис ОСАГО. Таксист объяснил это тем, что скоро хозяин машины будет продлевать страховку. Тогда, мол, и впишет. Однако придется заплатить штраф в 500 рублей. Тех, кто и вовсе ездит без полиса ОСАГО, тоже достаточно. И каждый раз сотрудники полиции слышат одни и те же истории. Не успел еще сделать. Вот недавно кончилось, получается. Не успел. На выходных думал сделать. Сейчас на работу еду. Водителей без полиса инспекторы уже определяют на глаз. Это примерно каждый шестой. В основном это иномарки года 2003 до 2004, года 2009, а также отечественный автопром 10, 11, 12 модели. Водители поясняют тем, что страховые полиса очень дорого сейчас в настоящее время. И им лучше инспектор выпишет штраф, допустим, 800 рублей. Он оплатит половинку штрафа 400 рублей. У аварийных комиссаров своя статистика. В каждом втором ДТП, на которое они выезжают, есть участник без полиса ОСАГО. Из моей практики, значит, я, бывает, подъезжаю на 5-6 ДТП в день. 2-3 ДТП – это стабильно. Изо дня в день идет такая ситуация, что у водителей отсутствует полиса ОСАГО. Не успели застраховать. Страховая не страхует. Денег нет на страховку. Стоимость страховки для 10-летней иномарки среднего класса около 10 тысяч рублей. Но экономя на ОСАГО, водители рискуют попасть на гораздо большие расходы. Ведь в случае ДТП оплачивать ремонт чужой машины придется из своего кармана. Для этого водители пишут расписку. Полные данные как виновника, так и пострадавшего. То есть это паспорт, серия, номер, где, когда, кем выданы. Водительское удостоверение. Обязательно должны быть присутствовать описание повреждения автомобиля. Не просто автомобиль пострадал, а именно какие детали пострадали, что там раскололось, краску ободрало. Только такую расписку примут как доказательство в суде. И тогда у пострадавшего будут все шансы получить деньги с виновника ДТП. Анна Княжева, Сергей Кондаков, Тюменское время.